как говорится и снова здрасте уважаемые мои любители выпить вот как вы уже знаете и видели а если не видели и не знаете или знаете и не видели обязательно посмотрите настойка сельдереевка из корня сельдерея готова и она уже выложена на моем канале а теперь я сделаю сельдереевку то есть настойку из стебли сельдерея для того чтобы можно было сравнить два продукта будет отличие или нет значит готовую в сторону ну и не совсем в сторону тут я вот когда дегустацию проводил чуть-чуть осталось надо перед приготовлением конечно немножечко чтоб не испарилась пока готовить буду допить хорошая штука вкусная нежная посмотрим что получится со стеблей принцип на первом этапе тот же на два пол литра то есть на литр прекраснейшей сама гоночки я беру два по два то есть четыре стебля сельдерея два зубочка чеснока 20 грамм имбиря ну и лимона у меня нет вот так получилось поэтому не зря я заготовил цедру возьму не две дольки лимона вот так чуть чуть лимонной цедры сушеной и значит это все сейчас порежу и мед еще две чайные ложки сейчас это все порежу и в баночку но чеснок и имбирь я вот на такие вот маленькие кусочки порезал стебли сельдерея вот на такие вот дольки или как это назвать думаю это не принципиально вот порезал все это закидываю в баночку посыпал в баночку две ложечки меда чайные заливаем это все прекраснейшей изумительной самогоночкой моего собственного приготовления двойной перегонки вот залил все аромат конечно стоит изумительный восхитительный намного сильнее чем от корня просто прямо вся квартира наполнилась ароматом сельдерея ну закрываем плотненько встряхиваем и в отличие от корня ставим это все настаиваться на 10 дней простояла настоечка 10 дней вот как видите сельдереевые стебли стали из зеленых превратились в желтые ну и теперь их процедим сильно как и в случае сельдереевые из корня я фильтровать не буду так вот через такой металлический чайный фильтр профильтрую отброшу вот эти отжимать тоже в принципе не буду а положу их в баночку где у меня лежат остатки от сельдереевки из корней сельдерея и соответственно потом уже у меня будет третий напиток это я перегоню водку или спирт сирец вместе с этими ошметками и посмотрим что получится так ну вот я процедил отжимать не буду поскольку как я сказал я это использую еще выбрасывать не буду а теперь конечно же ну напиток получился такой немножко мутненький то есть если он постоит это все осядет или если профильтровать через хороший фильтр все будет прозрачное но не буду вас томить не будем ждать а будем пробовать нет хотя отказ и сейчас налью в бутылочку возьму бутылочку с сельдереевкой из корня сельдерея и сравню есть какая-то разница или нет налил я свежую сельдереевку из стеблей в графинчик а это взял бутылочку из корня сельдерея которая вот уже сколько там больше недели постояла вот как видите это стало прозрачной здесь все осело хотя осадка немного но она стала такой прозрачненькой золотистого цвета красивого а вот это конечно немного мутноватая но ждать пока осядет не буду но могу сказать мне кажется если осядет осветлится то это будет немножко светлее этой но особой разницы не думаю что особая разница в этом наблюдается перейдем к дегустации значит сельдереевку из корня налью в рюмочку оранжевого цвета а сельдереевку из стеблей соответственно в рюмочку зеленого цвета стебли они же были зеленые ну и начнем дегустацию с нового напитка этот пока в сторонку хотя будем нюхать сразу два чтобы понять разницу ну могу сказать что из стеблей сельдерея запах более насыщенный хотя очень похожий но более сильный такой больше ярко выраженный из стеблей сельдерея ну будем пробовать стебли мягко нежно приятно есть легкое сжение наверное как и в первом случае от имбиря попробуем теперь эту конечно надо было прополоскать рот водой но я так попробую что там полоскать по моему отличается оно еще в общем я тут за кадром пробовал пробовал вот налил еще по рюмочке а теперь уловил простите за такую длительную дегустацию наконец-то я понял значит два напитка очень похожи но в сельдереевке из стеблей сельдерея сельдерея в отличии от корня чувствуется какое-то такое присутствие легких легкое такое растение травянистость такая легкая в корне этого нет но в принципе очень похожи напитки практически идентичные с легким сжением благодаря имбирю очень такие мягкие нежные но в стеблях все таки присутствуют стебли то есть растительная такая вот среда что лучше что хуже не могу сказать и то и то очень аналогично очень похоже вкусно поэтому рекомендую вам тоже приготовить два напитка сравнить очень интересно что еще могу сказать если не любите сладость можно либо мед не ложить вообще либо положить его раза в два меньше потому что здесь все таки присутствует сладость и ну две бутылки за один вечер выпить наверное будет тяжело а если так по рюмочке то довольно приятно в общем ваше здоровье чтобы у вас были корни крепкие и ваше здоровье чтобы у вас были стебли то есть волосы тоже крепкие ну а как вы знаете от сельдерея оно ж все очень растет вверх если вы видели я это подробно объяснял в первом видео где рассказывалось как делать настойку из корней сельдерея так что пересмотрите сделайте выпейте и будет у вас все на верхнем уровне в общем ваше здоровье не забудьте подписаться если не подписались нажать на колокольчик сделайте сельдереевки и получите удовольствие всем пока ваше здоровье ваше здоровье ваше здоровье